Еще не подведя итоги проведенного 20 июня по заказу Кремля мероприятия под названием «Выборы», организатор мероприятия поспешил ночью к своим. Извещая о своей победе, победе своей команды, он уверенно заявил, что страница фальсификации выборов закрыта. И это в том случае, когда вся предвыборная кампания сопровождалась грубыми нарушениями. А в день выборов нарушения носили массовый характер. А в последующие дни были опубликованы факты, которые наглядно доказывают факт фальсификации выборов. Никто и не сомневался, что фальсификатор выборов Тигран Мукычан по заказу очередного хозяина и в этот раз с честью выполнит свою миссию по рисованию чисел. Из-за спешки или небрежности определенную часть фальсификации так и не удалось скрыть. Сравнение и анализ предоставленных после подсчета голосов избирательным участком протокола с результатами голосования и с опубликованными на сайте ЦИКа данными показывает, что голоса в пользу Национального демократического полюса были украдены. Например, полученные полюсом голоса в более чем 10 избирательных участках города Гюнри, которые зафиксированы в протоколах избирательных комиссий, отсутствуют на сайте ЦИКа. Если конкретнее, то вместо полученных голосов стоит цифра 0. Анализ предвыборного штаба полюса и доверенных лиц показывает, что кроме Ширака, подобные нарушения были зафиксированы и в других регионах. К примеру, в Армавире, Суники и Котайке. Проблема не в одном-двух участках, и это не ошибка, а кража голосов. Откровенная фальсификация. Всеармянская партия Национальный демократический полюс обратилась к генеральному прокурору, представив заявление о совершении преступления. Адвокаты вместе с заявлением представили также имеющиеся доказательства, которые свидетельствуют о том, что в результате состоявшихся в Армении 20 июня выборов количество голосов за полюс фальсифицировано и украдено, что носит системный характер. Данное преступление, совершенное против национальной силы, которое реализовали предательские власти, является основной составной частью, подготовленной Кремлем избирательной операции. Цель занижения подлыми и дешевыми методами реального количества голосов ясна. Создать впечатление, что народ предпочитает не национальные демократические ценности, а подданство и жизнь под ермом колонизаторов. Это очередная попытка лишить нашу страну и наш народ авторитета в глазах всего мира. На что и идут преданные Кремлю силы, в то же время четко осознавая, что это все не может продолжаться долго. Настоящая революция не заставит себя долго ждать. Армянский Нюрнберг над предателями и фальсификаторами выборов состоится. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube. Редактор субтитров А.Семкин Национального демократического полюса в YouTube.